Добрый день! Приветствую вас сегодня опять на моем канале. И сегодня я хочу показать тесты, которые мы проводили на нашем ОМ-заводе, где мы будем производить эти моторы и где в дальнейшем будем производить ручной электроинструмент. Тестировался мотор по заказу Дмитрия Александровича Дуянова. Габарита сотого восьми полюсник. Поэтому сделали мотор аналогичный мотору ДА-100СЛ, который мы применяем для транспортных средств, только сделали его в промышленном исполнении. То есть все расчеты для этого мотора делались на 200 Гц, на 3000 оборотов, 7,5 кВт, в сотом габарите, 1,5 кВт мотор брался за основу. И то, что мы добились, вы увидите сейчас в этом видео. То есть чисто перемотав его на славянку, мы добились уже ИЕ второго класса. 74% подняли на 77,6%. Дальнейший тест подняли мощность мотора до 1,8 кВт. Мы также остались в классе эффективности ИЕ-2. Мотор показал эффективность 76,1%. Дальнейшая задача стояла поднять его на частотном регулировании до частоты 200 Гц и мощности 7,5 кВт. Немного хотел бы обратить внимание на сам испытательный стенд и его показания. Первая колонка, это в основном цветная колонка. Это идут три первых параметра слева. Это напряжение по фазам. Дальнейшее это общее среднее напряжение. Затем идут коэффициенты тока по фазам. И АВ это потребляемый ток. Затем идет коэффициент тока. То есть это среднее значение разницы потребляемого тока и коэффициентов. Среднее значение коэффициентов тока. Затем P1, P2. Это не путайте с входной и выходной мощностью. Здесь на этом дисплее отображаются коэффициенты потребляемой мощности. Дальше правая колонка полностью в белом цвете. Идет частота питающей сети 50 Гц после инвертора. Питающая частота 200 Гц. Следующая это ТН крутящий момент. Затем N обороты. И ПО это механическая мощность. Затем идет температура обмоток. Это R1. И температура на корпусе мотора. Она самая предпоследняя. Вы видите это 40,8 градусов. Поэтому на каждом моменте теста вы можете остановить видео. Посмотреть, посчитать сами КПД. Продолжение следует... И мы получили в итоге КПД мотора больше 90%. Что для промышленных моторов является классом эффективности выше ИЕ-3. А теперь сравним результаты теста. То, что мы хотели добиться. Первое. Мы взяли мотор 25 кг. А теперь сравним весовые характеристики моторов ИЕ-3 класса. 7,5 кВт весит 70 кг. Мотор 9 кВт такой не существует. Следующая позиция. 11 кВт это 121 кг. Если мы будем исходить из расчета 9 кВт, то это должно быть около 100 кг. Можете сами прикинуть, какая экономия материала для производства электромоторов в этих соотношениях. 25 кг или же 100 кг веса. Даже если мы останавливаемся на 7,5 кВт, то это практически трехкратная экономия материала при производстве моторов. Не говоря уже о том, что мотор был ИЕ-1 класса и поднят до категории ИЕ-3 класса. Но на этом мы не остановимся, потому что это только первый прототип. И еще подогнать 1,5% мы сможем. Поэтому я надеюсь, вам понравился этот ролик. Просмотрите внимательно весь этот тест. Можете выписывать каждую страничку или каждый кадр. И считать КПД. Поэтому многие задавали вопросов, где ваши тесты, когда эти тесты будут. Хоть мы и показывали огромное количество тестов, которые проводились, как в Собольмаш, как в Европе, так и в Китае. И все эти данные пойдут на участие в правительственной программе, которая направлена на экономию как электроэнергии, так и себестоимости производства. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего и до новых встреч. Продолжение следует...